ну сценария действительно как бы два для телепортации это вот разобрать в одном месте собрать в другом либо переместить так моментально быстро что для наблюдателя это будет выглядеть как телепортация ну в принципе второй сценарий быстрое перемещение он технически прост у нас у человека сколько там 30 кадров в секунду он видит перемещать с большей скоростью человек это не заметит для него это будет телепортация то есть даже в пределах скорости света перемещение объекта будет восприниматься как телепортация что касается собирать и разбирать в одном месте собирать и в другом месте разбирать если на уровне частиц там вот происходит сейчас у многих ученых удивление что бывают спутанные связанные частицы и так далее у нас все частицы вообще связанные вот вообще все связанные гравитационным полем поэтому разбирая частицу в одном месте собирая в другом мы как бы этот механизм можем использовать а есть уже про биологию там 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 есть ряд подробностей и скажем так в ряде подробностей мы однозначно уже уверены а в ряде подробностей надо чтобы уверенные ответы выдавать немножко над этим поработать вот на тут вот времени как бы не на все хватает поэтому есть разделы которые лучше не комментировать потому что у нас позиция канала такая что мы даем сто процентов подтвержденную информацию и не выходим за рамки того что вот бронебойно не проверено многим людям кажется что там что-то сильно фантастическое ли что-то там с логикой не сходится на самом деле это просто люди этот вопрос не до конца по обмыслили не до конца в нем разобрались если они если они чуть чуть больше информации получат и смогут на ней сосредоточиться они придут к тем же выводам что и сделали мы тут только все логически обоснованно когда начали проверять на логичность вот этих физических основ утверждений вот она постепенно постепенно ну как в археологии например что-то стало расчищаться открываться взору так вот и раскопали все и стало выясняться что в принципе какая-то часть информации была известна ранее например было большим удивлением узнать что ломоносов открыто отстаивал версию приталкивания не притяжение прямого а приталкивания то есть получается что это было известно до но только корректную формулу как бы никто не не смог сделать да но тут на раз уж начали этим заниматься так получилось что получилось и формулу корректно сделать и все подробности разложить но на дна во времена ломоносова и доступа к информации возможно меньше было а сейчас информации больше знаешь больше подробностей есть больше версии что проверять в результате картина все равно складывается более целая поэтому и полю получилось вывести эти формулы и так далее но в принципе как бы мы там в одном видео уже озвучивали что это логический аппарат под это можно вообще без внешнего мира подвести просто по одной логике без внешних источников информации это все складывается это можно отработать и получить ту же космологию что творится за бортом это будет все логически подтверждено и понятность соответствовать наблюдаемой картины мира по крайней мере сценарий такие есть